Каждый день Масленичной Недели, как известно, имеет свое название. Четверг, например, разгуляй. Этот день наполнен игрищами, забавами, разными развлечениями. И, конечно же, как любой день Масленичной Недели, разгуляй не обходится без блинов. Правда, сегодня их приходится выпрашивать. Принцы, принцы, пеките блинцы. Тетушка, не скупись, блинчиком поделись. Пожалуйста, красавица, угощайся. Идет широкая Масленица. Но всех остальных участников праздника сначала ждали веселые игры. А поиграть хотелось каждому. И задания, надо сказать, были не из легких. Вот, к примеру, попасть блином в цель. Смогли единицы. В основном это выглядело так. Но никто не огорчался. Подумаешь, это ведь только игра. Зато в танцах были все хороши. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять. Еще раз. Древнейший славянский праздник тесно переплелся с традициями православия и отражает самые яркие и интересные обычаи русского народа. Сжигают чучело, как образ зимы. Чтобы зима уходила, скорее приходила весна. Чтобы все расцветало, чтобы таял лед, чтобы снега уже не было. Вот так. Радость для всех. Это старорусский праздник. Все празднуют, весь народ. Праздник весны, чтобы уже все знали, что зимы уже все не будет. Веселье, радость. Покушать дают. Играются. Хороводы водят. Масленица в центре «Дельфин» тоже давняя традиция. Кстати, имеющая свои приметы. Солнце светит. Ребята радостные. И всегда в это время у нас проходит чемпионат России. Всегда в это время проходит чемпионат России. И в этот раз, я думаю, благодаря этим эмоциям детским все вместе соберемся и отберемся на Олимпиаду. Ну а ребята, вдоволь наигравшись, угостились чайком с блинами. Аппетит на свежем воздухе у всех был отличный. И хотя масленицу принято сжигать в воскресенье, без этого старинного обычая наш праздник не смог обойтись.